Более трёх тысяч камчатских девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Участникам предстояло выполнить четыре задания. Чтение текста вслух, его пересказ с дополнительной информацией, монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором. На всю эту работу у каждого ученика было 15 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей и инвалидов продолжительность собеседования увеличили до 30 минут. Экзаменаторы оценивали, насколько хорошо школьники владеют русским языком, а также проверяли навыки грамотного оформления высказывания и умения ясно излагать свои мысли. Школьникам предложили тексты, посвященные выдающимся соотечественникам – художнику Александру Дайнеке и химику Александру Бутлерову. В течение всего учебного года педагоги готовили ребят, объясняли и прорабатывали типовые задания. Итоговое собеседование оценивается по системе «зачёт-незачёт». Те, кто получил незачёт, либо не пришёл по уважительной причине, смогут проверить свои знания 10 марта и 17 мая. Успешная сдача собеседования станет допуском ГИА. Добавим, на Камчатке такая процедура проводится уже третий год. Выпускники девятых классов проходят собеседование в школах, в которых обучаются.